Друзья и коллеги, сегодня Международный День Мультимедия, и вся команда проекта «Мультимедийные мы» поздравляет вас с этим радостным событием. Кстати, «Мультимедийные мы» в одно слово – это хэштег, по которому вы сможете следить за новостями проекта. Меня зовут Илья Стилькин. Я директор по маркетингу агентства, вовлекающего маркетинга «Техкомлаб», эксперт Института исследования и технологии образования ЮНЕСКО, лектор израильского агентства МАШАП и ментор стартап-экосистемы 365X. Ближайшие 2,5 часа мы говорим об удачах и провалах вашего стремительного погружения в мир онлайн-образования. Для кого-то это погружение было добровольным, для кого-то вынужденным. Кто-то занятия вел, кто-то учился, а кто-то должен был обеспечивать все условия первым и вторым. Так получилось, что я был един в четырех лицах – преподавателя, студента, родителя и продюсера массовых образовательных онлайн-проектов. Сперва давайте разберемся, куда вы попали. Вы находитесь в пространстве эксперимента, и с этим я вас тоже поздравляю. Имя этого эксперимента – онлайн-реалити-шоу «Мультимедийные мы». На платформе UU Events, где мы сейчас находимся две комнаты – оранжевая и бирюзовая. И если вы сейчас слышите меня, то находитесь в бирюзовой комнате. В оранжевой комнате мультимедийный продюсер Оксана Селантьева и журналист и документалист Алиса Кустикова прямо на глазах зрителей разрабатывают дистанционный курс. У Оксаны есть свой алгоритм, как она это делает, и по этому алгоритму они будут работать с Алисой. Ведущая в оранжевой комнате – Нина Добрынченко-Матусевич, генеральный директор международной сети «ЭИ.Дети». В оранжевой комнате есть 10 минутки, во время которых можно звонить в студию и задавать вопросы Оксане, Алисе и Нине. А у нас в бирюзовой комнате звонить можно всегда, потому что это пространство дискуссии о том опыте дистанционного обучения, который получили разные люди в разных городах и странах. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и рассказать о проекте, который делали о положительном и отрицательном опыте, поделиться сомнениями, мечтами и идеями. Все, что будет сказано здесь, в бирюзовой комнате, прямо на ваших глазах будут визуализировать, то есть превращать в визуальные образы, скрайберы Наталья Баринова и Юлия Беляева. И если вы никогда не видели, как это происходит, я, например, тоже увижу это первый раз, то у нас с вами есть отличный шанс посмотреть, как слова вращаются в образы в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, мы вас видим. Да, мы вас слышим. Расскажите, пожалуйста, что означает само слово скрайбер. Чем вы занимаетесь? Скрайбинг – это визуальный конспект. Конспектировать можно все, что угодно. От хода фасилитационной сессии, заканчивая конференции, учебным курсом и так далее. Это графический конспект, который содержит в себе основные тезисы того, что происходило, и какие-то яркие якоря в виде символов, пиктограмм, образов, для того, чтобы лучше запоминалось то, что рассказывали. Ну, также там есть некие структуры, иерархии, отсылки. Те из вас, кто сталкивались с майндмэпами, элементальными картами, наверняка видели, что можно составить структуру, иерархию повествования с помощью стрелок, каких-то отсылок, линков и так далее. То есть, по сути, это такой яркий, красочный конспект, который помогает увидеть общий план всего, что происходило на мероприятии. А какая самая интересная декорация, какая самая интересная обстановка, в которой вам приходилось создавать скрайб-полотна? Ой, я вспомнила, в темноте. В темноте? Да. Мы делали, да, у нас, знаете, у нас было несколько самые такие интересные это оффлайн-мероприятия, где мы работаем вживую. Там не только диджитал бывает, да, и бывают полотна, на которых мы работаем, и это огромнейшие размеры. И одной из ситуаций, которая у нас произошла на мероприятии, на одном из ивентов, когда мы делали скрайбинг, одно из главных таких вещей, важных качеств, это то, что... Ну, точнее, не качество, а критерия, что нам нужен хороший свет, потому что мы работаем с полотном, и это все про рисунки, про какие-то интересные тезисы. И именно на том мероприятии, это было закрытое помещение без окон, выключили свет, и мы находились в полной темноте, работая с фонариками от телефонов, продолжали скрайбить спикеров, делать какие-то там рисунки, да, рисовывать иллюстрации. Был у нас такой опыт. Ну, темнота, потому что работал экраны, и попросил спикер, чтобы погасили свет в зале полностью, а мы стоим обычно в конце зала, то есть мы были вот просто ничего не были. А было так, да. А какой самый масштабный проект вам приходилось реализовывать? Какая площадь была использована для скрайбинга? У нас были большие, но это тоже, конечно, про оффлайн-проект, потому что мы вспоминали цифровые проекты. У нас был опыт, когда это было порядка 11 часов, я сейчас вспомнила как раз такой проект, и у нас было порядка 15 цифровых полотен, то есть мы работали с утра до ночи без перерыва, что было очень сложно. А еще вспоминается проект, когда мы сделали полотно высотой более 2,5 метров, а шириной это было порядка 7 метров, потому что там вот так в гармошке, получается, стояли полотна, и это была фотозона, на фоне которой люди потом еще фотографировались. Замечательно. Спасибо большое. Теперь благодаря вам мы знаем еще одну мультимедийную профессию. Друзья, мы отпускаем Наталью и Юлию в их творческое пространство, которое мы с вами прямо сейчас видим на экране. В чем основная идея нашего реалити-шоу? Мы хотим показать кухню создания современного мультимедийного контента. Обычно все эти процессы не видны. Вы читаете уже отредактированный текст, смотрите уже смонтированные видео, анализируете созданную для вас инфографику и проходите финальные версии и викторин. Но процесс креатива, когда перебираются варианты, когда плосокурт, когда происходит анализ исходного материала, когда рождаются идеи, когда происходят творческие ступоры, все это обычно остается за кадром. И реалити – это возможность увидеть не только результаты, но и сам процесс создания медиа-контента. Если у нас все получится, то подобные реалити мы хотим проводить регулярно, открывая для вас доступ в нашу творческую лабораторию. И это нужно для того, чтобы вы, наблюдая на практике, как рождаются мультимедийные курсы, могли создавать свои произведения, пользуясь тем богатством инструментов, которые прямо сейчас в оранжевой комнате демонстрируют для вас Оксана Силантьева. И вы можете следить за нашими новостями с помощью хэштегов «MultimediaWe» и «MultimediaWe» на русском языке, соответственно. Вы можете не только следить, но и писать свои отзывы, делиться своими впечатлениями. С использованием этих хэштегов мы их обязательно увидим, сегрегируем и дадим обратную связь. Теперь еще один вопрос, который мы долго обсуждали перед эфиром, это вопрос о записи. Мы пришли к выводу, не сказать, чтобы это было простое решение, и все-таки реалити, потому и реалити, что оно происходит здесь и сейчас, и нам и вам ценно личное участие в процессе. Поэтому в полном объеме записи не будет. Но самые яркие фрагменты, в том числе произведения наших скрайберов, вы сможете увидеть на YouTube-канале «Сила Медиалаба». В любое время в течение этого марафона вы можете перемещаться между комнатами. Для этого наверху есть кнопочки. Обратите, пожалуйста, внимание. И даже если бирюзовая комната у вас подсвечена оранжевым цветом, она от этого не перестает быть бирюзовой. Это просто означает, что вы сейчас находитесь в ней. Если вы перейдете в оранжевую комнатку, то она будет подсвечена оранжевым цветом. Кроме того, внизу у вас есть несколько кнопок, которыми тоже мы призываем вас активно пользоваться. Это кнопка «Вопросы и ответы». Есть еще кнопка «Позвонить в эфир». Помните, что чем активнее вы участвуете, тем интереснее может получиться наш с вами эксперимент. Каждый из вас имеет возможность оказать влияние на конечный результат, на то, что мы с вами узнаем, на то, к каким выводам придем, на то, что увидим. Кроме того, я буду время от времени задавать вам вопросы и прошу активно участвовать в голосовании. И сейчас первый вопрос. Как часто вы учитесь дистанционно? Посмотрите, пожалуйста, у вас появилась кнопочка «Голосование» внизу. Если вы на нее нажмете, вот я сейчас на нее нажимаю, у меня открывается голосование. Оно будет справа от основного экрана. Там четыре опции. Очень часто вы учитесь дистанционно. Пару курсов пробовали пройти. Записывались, но не проходили до конца и ни разу не пробовали. Мы специально ушли от конкретных количественных показателей, поскольку частота или редкость – это все-таки вопрос субъективного опции. Друзья, вы можете воспользоваться своим правом на звонок. Я посмотрю, пока есть ли у нас вопросы. Буду это делать время от времени. Вопросов у нас пока нет. То есть я их пока не вижу. И звонков у нас пока тоже нет. Значит, у меня есть возможность поделиться с вами своим опытом. Как ментор я, так же, как и многие из вас, оказался в ситуации, когда мое физическое присутствие на учебных мероприятиях было невозможно. И в этой связи достаточно быстро те образователи, с которыми я сотрудничаю, перешли на дистанционные платформы. В первую очередь, конечно, на Zoom. И один такой курс для фермеров, посвященный использованию информационно-коммуникационных технологий в продвижении малого и среднего бизнеса, мы проводили в дистанционном формате. И вот какая интересная штука у нас произошла. Я очень тщательно готовился к этому курсу. Мне хотелось, чтобы он был интересным и увлекательным. И я посмотрел, как ведущие израильские менторы проводят такого рода сессии. Я убедился, что в очень большой степени мероприятие строится на обратной связи от аудитории и сделал диалоговый сценарий для первого занятия курса. Представьте себе мое удивление, когда в обратной связи я получил некоторые недоумения от аудитории. А после каждого занятия в курсах такого рода обязательно собирается обратная связь. Иногда анонимно, иногда люди представляются. Когда анонимно собирается информация, понятно, что содержательная часть раскрывается более полно, особенно в части замечаний. Так вот, люди были абсолютно не готовы к диалогу с ведущим курса и недоумевали, почему спрашивают их, а не рассказывают им ту информацию, за которую они, собственно, пришли. Я, в свою очередь, тоже недоумевал, потому что оказался не готов к такой реакции. Но мы и группа, и я достаточно быстро подстроились друг к другу и на следующем занятии нашли приемлемый, взаимно приемлемый формат, в котором я больше рассказывал и показывал, а потом давал задания, которые группа в свободном режиме выполняла. И в начале следующего занятия уже мы подводили итоги. Вот такая была история у меня. Что у нас происходит с вами в голосовании? Я пока вот думаю, что же мне поставить. Очень часто пробовал пройти пару курсов, записывался и не проходил, но я все-таки очень часто. Проголосовать. Значит, очень часто 40% ответили. Пару курсов пробовали пройти 50% ответивших и записывались, но не проходили до конца ни разу, ответили 10% респондентов. Ну, на самом деле, ожидаемый результат. Я, честно говоря, думал, что частотность будет несколько выше. Так, вот мне подсказывают, что мы ждем звонок в эфир. Пока мы ждем звонок в эфир, давайте мы с вами поговорим вот о чем. Дистанционка – это такая штука, которая мало кого оставляет равнодушным. И мнения по этому поводу встречаются диаметрально противоположными. От того, что эта пакость редкостная, совершенно невозможно так учиться, и нужно обязательно личное общение без технического посредника до того, что это единственный актуальный образовательный формат. Я считаю, что истина, как всегда, где-то рядом. Но вот вопрос. А что вы чувствуете, не думаете, а именно чувствуете, размышляя о будущем дистанционного образования? Напомню, опрос у нас на прежнем месте. Как только вы увидите, что кнопочка голосования засветилась, это сигнал для вас, что вы можете высказывать свое мнение. Если вы откроете голосование один раз, оно будет висеть у вас в правой части экрана, и даже после того, как вы проголосовали, вы в динамике сможете наблюдать за тем, что отвечают другие зрители нашего шоу. Напомню вам, что в оранжевой комнате тем временем работает целая команда экспериментаторов, и на самом деле наша с вами комната нужна для того, чтобы обсуждать в том числе то, что происходит в комнате оранжевой, а в оранжевой комнате Оксаны Силантьева, мультимедийный продюсер и ее партнерша, журналист и документалист Алиса Кустикова, в прямом эфире вместе с вами на глазах восхищенных зрителей разрабатывает дистанционный курс по уникальному алгоритму Оксаны, в том формате, в котором она это делает каждый день. Ведущая в оранжевой комнате Нина Добрынченко-Матусевич, генеральный директор международной сети ЭИДети, и там тоже есть десяти минутки, когда вы можете дозвониться и задать им вопросы. Оксане, Алисе и Нине. Я очень рекомендую этой возможностью пользоваться. Более того, я рекомендую все-таки задавать там вопросы содержательные, такие вопросы, которые позволят вам лучше понять кухню происходящего процесса с тем, чтобы применить увиденное в собственной педагогической практике. А здесь мы с вами делимся опытом дистанционного обучения, который получили разные люди в разных городах и странах, и с радостью будем принимать звонки. Такая опция есть у каждого зрителя нашего эфира. Пожалуйста, пользуйтесь ею. Кроме того, время от времени я надеюсь, что мы будем обновлять материалы скрайбинга, то есть изображение, которое будет показывать в развитии те сюжеты, которых мы с вами коснемся. Что еще хочу вам рассказать? Я хочу вам рассказать, что в вопросах дистанционного обучения часто говорят о тех сложностях, с которыми сталкиваются педагоги, сложности, с которыми сталкиваются учащиеся разных возрастов, но мало говорят о технических особенностях процесса. Между тем, в Израиле, например, есть следующая проблема. Большая часть учебных курсов для школьников были организованы в синхронном режиме, то есть уроки проходили здесь и сейчас, на них нужно было присутствовать, и это создавало некоторую сложность, особенно с учетом того, что в израильских семьях достаточно много детей разного возраста, 3-5 человек, которые должны одновременно иметь доступ к учебным материалам, плюс достаточно часто родители работают дистанционно, особенно в период локдауна, в период, когда все мы сидели по домам. Это создавало большие проблемы, потому что, представьте себе, просто обеспечить оборудованием одновременно 5 человек, да еще сделать так, чтобы линия, канал связи выдержала эту нагрузку. Ну, все-таки Израиль, стартап-нейшн, понимаете, что если программист работает из дома, ему нужен компьютер, если учитель работает из дома, ему нужен компьютер, планшет, на худой конец, телефон. Если дети учатся из дома, то тоже есть необходимость обеспечить их оборудованием. А у нас есть звонок. Давайте пообщаемся с нашим гостем. У нас с вами в эфире Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Михаил, здравствуйте. Михаил? Здравствуйте. Ждем повторного подключения Михаила. Я надеюсь, что у нас все получится. Лиха беда начала. Пока ждем подключения Михаила, закончу предыдущую историю о технических сложностях, с которыми мы сталкиваемся. Значит, смотрите, решением может быть создание асинхронных курсов, то есть курсов, которые проходить учебную программу в произвольном режиме. Обозначаются только контрольные точки, когда задания должны быть сданы. Что это дает? Это дает возможность разгрузить линию в моменте и перераспределить технические ресурсы внутри семьи. Понятно, что асинхронные курсы лучше будут работать в старшей школе и для взрослых людей. В начальной школе, в том числе мои исследования, показывают, что лечитель имеет принципиальное значение и вряд ли удастся обойтись только перечнем материалов и, соответственно, заданий. Что касается инструментов, с помощью которых можно осуществить такое действие, то есть создание и ведение курса асинхрона, то по опыту моей жены, которая работает как раз учителем в старшей школе, могу сказать, что платформа Google Classroom вполне хорошо для этого подходит. и легко доступна для всех желающих.